Добрый вечер всем! Добрый вечер! Я даже не думала, что кто-то в такое время будет бодрствовать. Еще у него будут силы изучать нашу Святую Тору. Вау! Как вас много! Киев! Как я скучаю по Киеву! С Божьей помощью скоро там буду. Мой второй дом. Третий. Шалом, Ирина, Талечка! Спасибо большое, что несмотря на такой поздний час, вы все равно нашли время. Добрый вечер! Доброй ночи из Москвы! Это называется кибуцгалует. Когда все вместе собираются и совершенно не чувствуют в этой компании, что между нами есть огромное-огромное расстояние. Дякую! Добрый вечер! Вау! Нас уже много? Мы с вами начинаем. Во-первых, извините, что я не вышла в эфир, как положено всем. У меня трое деток, к сожалению, приполели. Надо было уделить им время. Наверное, я этот урок дам за скорейшее выздоровление. Литаль, Элькана и Адель. Дети, Адина, Наоми. Вау! Варшава! Очень приятно! Добрый вечер! Невероятная география наших уроков. Никогда не думала, что я смогу так вещать. Итак, Рафашлема. Спасибо большое! Амин, амин. У нас дома очень холодно. Наверное, видно по моему внешнему виду. Но надеюсь, что у нас на уроке будет очень тепло. Итак, мы с вами продолжаем изучать недельную главу, которая называется «Как хаей сэра?» «Жизнь сэра». Все правильно. И сегодня я бы хотела с вами затронуть немножко другую тему. Но мне кажется, что она не менее актуальна. Единственное, что, конечно же, она будет связана Николай, привет! с ролью женщины. Потому что эта недельная глава вся, даже своим названием, говорит нам о том, что она будет оповещать нам, рассказывать о том, что женщина делает в этом мире. Мужчина вам скучно тоже не будет, обещая. Итак, президент Буш со своей женой Лорой приедет на деловую встречу. И их поездка такая длинная, что они решили остановиться на заправке, попить кофе, немножечко отдохнуть, выйти и размять ножки. Они останавливаются. И пока они заправляют бензинную машину, его жена подходит к заправщику и начинает с ним о чем-то общаться. Привет из Баку, 12 ночи. Спасибо большое. Это невероятно, когда меня ждут. Она с ним общается. И когда подходит ее муж, он говорит, скажи мне, пожалуйста, кто этот человек? Откуда ты его знаешь? Да, неважно, говорит, долгая история. Это моя первая любовь со школы. Говорит, ха-ха, ты видишь, если бы ты тогда вышла за него замуж, ты бы сейчас была женой заправщика. Нет, сказала она. Если бы я тогда вышла за него замуж, он бы сейчас был президентом Америки. От нас, привет двора, от нас, от женщин, зависит очень многое. И как бы нам ни казалось, что мы сильные, иногда мы даже не дооцениваем ту роль, ту силу, которая есть у нас, в нашей семье и, соответственно, в целом мире в общем. Особенно нас недооценивают мне кажется, мужчины, которые находятся рядом с нами. Будто это наши мужья, дети или папы, всегда мужчины недооценивают роль женщины, потому что она скрыта и невидима. Когда женщина находится дома, все поглажено, приготовлено, тогда, кажется, оно делается само собой. Но когда только женщина уезжает на три дня, тут же начинается балаган дома, и мужчины понимают, ого, какая же роль женщины была в доме, что я раньше ее не замечал и не ценил. Так вот, наверное, про недооцененных женщин будет наша сегодняшняя глава, и надеюсь, что мы это сможем исправить. Посмотрите, что я сделала от него. Окей, у нас есть с вами два актуальных вопроса, которые меня очень сильно беспокоили, и, слава богу, у нас есть Терави, который в своих психах раскрывает все эти вопросы. первый, мне кажется, очень явный после нашего прошлого урока. Каждый, шалом, шалом всем, Донбасс, мира вам, мира нам. Все вы задавались вопросом про Акидат и Цхак. Мы говорили о том, что Авраам прошел это испытание как мужик, он встал рано утром, он побежал на это испытание, он прошел его с достоинством. И, несмотря на это, у нас есть его жена Сара, которая не прошла это испытание. И почему-то мы об этом умалкиваем. Если бы Авраам не прошел это испытание, мы бы говорили, что он дал слабину, что, наверное, он недостоин, может, Ашем дал бы ему еще несколько испытаний, чтобы все-таки проверить его стойкость. Но когда наша Сара не выдерживает этого испытания, она умирает от одной мысли, что ее сына могут принести в жертву, мы почему-то это оставляем в сторонке, как будто бы не обращаем внимания на такую слабость нашей праматери. Почему? Я бы очень хотела с вами это разобрать. Тем более, что мы знаем, кто молится утренние молитвы, и мы очень часто включаем наши связи со Всевышним. И, понимая нашу слабину и нашу незначимость в этом мире, скорее, не нашу, а наших поступков, мы вспоминаем каждую молитву, вот это вот Акидат Ицхак, жертвоприношение Ицхака, говоря Всевышний, не за наши заслуги пошли нам все благословения, за заслуги Авраама, который тогда смог противостоять этому испытанию и готов был принести в жертву своего сына. Но мы никогда не упоминаем то, что Сара не смогла пройти это испытание. Почему она проявила слабость, она не прошла это испытание, и мы пытаемся как будто бы это сгладить. И второй вопрос. Ни для кого не секрет, каким бы духовным человеком вы не были, нас всегда будет интересовать благословение, а будто благословение для Шломбайта, найти свою пару, благословение для детей, благословение на деньги. Мы с вами несколько раз уже говорили, что шалом всем, что для того, чтобы быть кошерным евреем, надо очень много денег. Все наши заповеди стоят миллионы, и нам надо быть богатыми для того, чтобы служить Всевышнему во всей своей красе. Так вот, как получить это благословение? Вообще, что такое благословение, браха? Сказано в Индраша интересная вещь, что благословение состоит из трех букв, которые удвоены. Что такое удвоены? Бет, браха, бет, по гематрии это двоечка, она в два раза больше, чем алиф. Дальше у нас идет рейш, рейш это 200, и она в два раза больше, чем кув. И каф это 20, она в два раза больше, чем ют, которая по гематрии 10. Отсюда учат наши мудрецы, что браха, благословение, это когда мы берем 100 шекелей, идем с ними в магазин, а там на те продукты, которые нам нужны, скидка 50%, и нам этих денег хватает в два раза больше. Вот недавно мы пережили Black Friday, когда казалось бы, за эти деньги мы могли купить одну юбку, опа, подождали, Black Friday, 11, 11, купили две юбки. Лиавдиль, но это называется браха, когда нам хватает денег, нам в два раза больше, как минимум на то, что мы хотели потратить. И естественно, отсутствие брахи, это когда мы покупаем какую-то вещь, например, и она у нас ломается, и нам надо тратить еще такую же сумму, а то и больше, на покупку более качественного продукта. Благословение, это когда у нас есть в руках деньги, и нам на все хватает, даже на то, что мы не рассчитывали. Итак, как получить это благословение? Почему мы говорим именно сейчас об этом? Потому что в нашей неделе на голове рассказывается, что в доме у Авраама и Сары были все эти благословения. Первое благословение, это материальное. Как оно проявлялось, в доме у Авраама и Сары постоянно были свежие халы. Она их готовила один раз, всю неделю они были мягкие, с хрустящей корочкой. Гости всегда думали, что Сара именно для их прихода подготовила, испекла эти халы и только высунула их с печи. Это проявление материального блага. У них в доме также было благословение духовное. Что это за благословение? Это когда свечи горели в целую неделю. Это значит, что Авраам мог спокойно лахсох экономить на свечах. Он покупал восемь свечей, Сара зажигала по две свечки каждую неделю, ему этого хватало на целый месяц. Это духовное. И самое последнее в подарок от Всевышнего это облако славы, шхена, которое постоянно находилось над их домом, защищая его. Это облако олицетворяло собой, что когда люди ищут хорошую семью, куда можно прийти, покушать, получить благословение, узнать что-то про Всевышнего, это облако было таким пиар-менеджером, рекламным агентом, которое я себе представляю, что оно было в форме большой стрелочки, которая вот так вот указывала на дом Авраама и Сара. Кто бы ни был в пустыне и где бы они ни находились, они всегда видели это место и геологацию их дома для того, чтобы они могли исполнять заповеди, которые они так стремились, хотели и которые их так и радовали. Что нам сделать для того, чтобы мы получили все эти благословения? Ведь они не так просто рассказываются в Торе, и не для того, чтобы мы позавидовали а для того, чтобы мы поняли, из-за чего они появились у этих людей и может быть дать нам возможность приблизиться к этому уровню. Шалом всем, спасибо, что вы приходите на старе на позднее время. Дай Бог Всевышний нас благословит за это усилие и сделает усилие от себя и даст нам каждому то, что нам так необходимо. Когда-то был Рава и у него было очень много учеников в Ешиве. И, естественно, эти ученики женились и перед свадьбой они приходили к своему учителю просить благословения. И они говорили, Рава, скажите нам, как сделать так, чтобы в нашем доме всегда было шефа. Шефа – это благословение во всем. Что бы мы ни хотели, у нас бы было вполне в достатке. И эти слова Равы приведены в Талмуде и до сих пор являются правилом для наших поколений. И Рава им сказал, хочешь, чтобы у тебя дома было благословение, уважай жену. Это единственное, что ты можешь сделать. После того, как ты научишься уважать жену и сделать ее дома счастливой и радостной, тогда ты можешь выходить на работу и знать, что эта работа принесет тебе достаток. Иначе все твои деньги ты потеряешь, если твоя жена будет дома сидеть и проливать слезы. Продолжаем дальше. Аврааму повезло найти шикарную жену своему сыну. И все мы, у кого есть дети или у кого дети будут с Божьей помощью, все зададутся этим вопросом. А как нам найти достойную жену или достойного мужа нашим детям? Нашей подружке, другу мы спокойно можем посоветовать. Там мальчик живет, он ищет шедух, может ты с ним встретишься. Но когда дело касается наших детей, только эта мысль заставляет меня встрепенуться и понять, что нет в мире такого достойного, чтобы он подошел моей замечательной дочке или сыну. Но нам придется помогать нашим детям, нам придется стоять с ними в этом выборе, помогать и подсказывать. И мне бы очень хотелось на примере Авраама посмотреть, как он это сделал и научиться, на что надо обращать внимание для того, чтобы дать нашим детям правильный совет, когда им это понадобится. В нужное время, в добрый час, желаю каждому амэн. Итак, что делает Авраам? Он делает очень странную вещь. Он просит своего слугу Элизера, чтобы он пошел очень далеко, непонятно куда. Ну, то есть, понятно куда. В Торе у нас сказано, иди в страну, в которой я родился, искать жену моему сыну. Куда? Зачем? Почему так далеко? Ведь рядом окружают замечательные соседи. Вот в прошлой недельной главе соседи нам продали, а еще раньше хотели подарить нашу пещеру Махпыла, где были похоронены Адам и Хава, и в этой недельной главе похоронена и Сара. Почему бы не... Рахель, здравствуйте! Почему бы не сделать такой вот акт щедрости и отдать им своего сына? Конечно, конечно, все согласны с Равой и Михаль. Губа не дура. Я надеюсь, что у нас есть мужчины, которые слушают, что сказал Рава и будут применять это на практике. Обещаю, что это все придет в действие, потому что это не мое обещание, обещание Всевышнего. Итак, иди в Харан, откуда я родом, и приведи оттуда жену для Ицхака. Естественно, у нас возникает вопрос, а что туда идти, почему не взять близлежащих девочек, как вообще понять, кто эта девочка. Тогда и Абрам сделал еще сильнее свою просьбу и сказал, положи на меня руку и поклянись, что ты не возьмешь девочку из наших соседей. вопрос, что же такого хеллоу всем, что же такого в наших соседях, в его соседях, что оттуда нельзя было брать девочку, надо было идти далеко. Тем более, мы с вами можем усилить наш вопрос и спросить, а что такого было в семье Авраама? Ладно, если бы это были какие-то праведники, и они правда стоили всего проделанного пути, но мы отправляемся с вами, с Элиэзером, в дом к кому? К Битуэлю. Это идолопоклонник, которого не было ни одного идола, которому бы он не служил. И Авраам говорит, иди, пожалуйста, вот к этому Битуэлю, за женой для моего сына. Как можно понять, что мы сейчас по простому сухому тексту Туре можем выучить? Что не важно, какой у вас родственник, и главное, не выходить за рамки, а внутри семьи всех женить. Это совершенно не тот урок, мне кажется, который хочет дать недельная глава. Так вот, благодаря нашим Гурай Байсихе, который я изучила для подготовки к этому уроку, у меня есть шикарный ответ. Но я с ним немножко подожду и усилю немножечко. Мы знаем, что в следующем поколении, когда Яков идет искать себе жену, он тоже отправляется в Харан и тоже ищет семью Авраама для того, чтобы найти там себе подходящую девочку. В конце он находит двух. Но мы знаем, что эти две девочки тоже были невероятными. Нет, не они. Они росли в семье невероятных идолопоклонников. И опять же, мы с вами задаем вопрос, что такого особенного было в семье Авраама, в семье идолопоклонников на все поколения. Вот то, что мы с вами видим в Торе, что именно из этого дома надо было брать девочку, Ицхаку и Якову. И здесь Раби дает невероятный вопрос для нас, как искать нам шедух, как искать нам друзей, как помогать нашим детям найти правильную пару или помогать нашим знакомым. И мне кажется, что если вы будете знать это правило, у вас в жизни появится больше качественных людей. Итак, Раби говорит невероятную вещь. Идеология не передается по наследству. Характер по наследству передается. Сейчас мы с вами немножечко это обсудим. Идеология это то, из какой семьи пришел человек и какие мысли его семья передавала ему. Все это внешняя оболочка человека. Все мы с вами знаем. Слава Богу, мне не надо вам объяснять. Все мы прошли этот путь. Я думаю, большинство из нас, 100 человек нас смотрят, думаю, что 99 точно вышли из нерелигиозных семей. И никому из нас не помешала семья, которая, может быть, даже стеснялась того, что они евреи сидят сейчас, сидеть в 10 вечера и слушать ирок Тора. Идеология, которая передавалась нашей семьей и с молоком матери впитывалась в нас, все равно осталась внешней. Человек за секунду может принять решение, что он хочет пойти другой дорогой от родителей, сделать чуву, вернуться к вере, начать делать то, что не делали и не учили его родители, и тем самым изменить себя. Идеология не передается, очень легко ее можно сбросить. Что передается? Передается характер. Если человек растет в семье, где родители злые, где родители кричат, где родители не умеют делиться, где родители не умеют решать конфликты, где родители не могут решить, какая роль у них в семье постоянно ссорится и унижает друг друга, и за счет этого возрушает себя. Очень много примеров можно приводить, где не разрешают делиться, где заставляют что-то делать, вот именно это входит в ребенка. Без слов родители могут не говорить ребенку, что он так должен себя вести, но это то, что становится частью нас. И очень много надо учить Хасидут, Таню, для того, чтобы выкорчевать из себя вот эти вот злые качества, которые передали нам родители, сами того не желая. И поэтому Авраам делает такой, на первый взгляд, странный поступок. Он отправляет нас туда, в Харан, потому что он знает, что то, что Ривка выросла в доме этого поклонника, ничего не значит. Два дня или две недели в доме у Авраама и Цхака она скидывает в себя эту шелуху и она становится чистой, как будто никогда и не грешила. Что должно было быть? Должны были хорошие качества. И Авраам знал, что в их семье генетически эти качества переходят. Но он понимал, что это мог быть и промах. Поэтому Элиезер благодаря подсказке Всевышнего делает такой знак. Помните какой знак? Если эта девочка напоит меняемых верблюдов водой, то тогда она подходит стать женой Цхаку. Другими словами, он проверяет, есть ли в ней вот это качество добродетели, хеседа, которое передается от Авраама ко всем поколениям, включая нас. И когда на самом деле она выдержала это испытание, она напоила водой Элиезера и его верблюдов, она пришла домой к Цхаку. И первым знаком что было? Вернулись все чудеса и благословения, которые исчезли с уходом Сары. И для нас это должно быть знаком. Какой бы человек не был, какая бы вера у него не была, какие бы вещи он не говорил, какие бы политические взгляды, не знаю, у него не были, с человеком можно вести диалог, с человеком можно жить под одной крышей. Нельзя, если вы обязательно познакомитесь с его семьей, с его друзьями и увидите, как они ведут себя. Вполне вероятно, это не мои слова, это слова моего рэба, и я уверена, что он прав, что если в семье папа унижает жену, то скорее всего и его сын будет унижать также вашу дочку, не дай бог, или вас, если вы смотрите шедурт для себя. Обязательно надо посмотреть на семью, потому что качество характера, которые передаются ребенку, они очень сложно искореняются. И для себя, например, и для многих, я думаю, из вас, которые пока не выдают детей замуж, и уже сами благополучно замужем, я хочу передать невероятную вещь нам, как родителям. Никакие наши слова не подействуют на ребенка, пока мы не изменим свое поведение, если мы не умеем сдержать эмоции, если мы заставляем ребенка делиться с другим, если мы постоянно категорически относимся к делам наших детей, если мы их не слушаем и не слышим, если мы не уделяем им внимания, если мы повышаем голос, то все это укореняется в ребенке. И надо остановиться пока не поздно, потому что потом, когда наши дети будут искать себе пару, посмотрят на их семью и могут сказать, нет, эта семья не могла воспитать достойного ребенка. Хазов шалом, не дай Бог, чтобы это не было сказано о нас, но я сама себе напоминаю, что не слова важны, а важны только действия, которые ребенок всегда чувствует и всегда видит. Помните, мы с вами уже приводили пример про хамец, когда папа прячет афигаман, и дети должны его искать. Говорит Рэйба, что это намек на то, что дети всегда ищут то, что прячет папа. Нам всегда интересно искать, нам всегда интересно узнавать новое. у меня что характер характер он остается и закореняется, идеология, она как одежда скидывается, он знал это по себе, потому что Абрам вырос в семье и дал поклонника, и мы с вами знаем, что он в детстве работал, мы тут, слава Богу, работал в магазине, продавая идолов, все, вижу, вижу, вижу ваше сообщение, слава Богу, мы продолжаем. И он полностью все поменял, по себе он знал на своем примере, что взяв девочку из своей семьи, он не прокатает. Я бы очень хотела вам привести историю, которую очень любит рассказывать мой муж, когда мы изучаем главу Пинхас. Так вот, был там в главе, мы с вами с Божьей помощью до этого дойдем и может быть даже еще раз повторим. Зимри, который встал ооо, it's so cute, Михаль. Спасибо большое. Был Зимри, который взял себе женщину не из нашего народа и возлег с ней, показав тем самым, почему Моше можно брать женщину из другого народа, а нам нельзя. И вот, когда это все произошло, вся эта ситуация, о которой сейчас не хочу рассказывать, потому что мы к ней обязательно вернемся, подходит наш замечательный мальчик, который в Торе зовется Пинхас Бен-Алазар Бен-Арона Коэн и протыкает одним копьем их обоих. И в следующей недельной главе Шмини Тора Тора опять повторяет. И вот был Пинхас Бен-Алазар Бен-Арона Коэн. И тогда наши мудрецы спрашивают, ну, зря Всевышний здесь повторяет, он же в прошлой недельной главе сказал, кто такой у нас Пинхас, почему в этой недельной главе он опять говорит, кто был его папа, кто был его дедушка, неужели... Знаете, как эти сериалы, в которых обязательно в начале каждой серии 10 минут повторяют, что было в прошлой. Ну, все, мы помним, мы все эти серии смотрим 10 за раз, зачем нам это все повторять? Леавдиль, то же самое здесь, зачем ты повторяешь такую целую родословную, описывая нашего Пинхаса? И Райба говорит невероятную вещь, что все колено накинулись на нашего Пинхаса и говорили ему, что он сделал неправильно. Какое ты право имел, малолетка? Стоял Мошера Бену, который молчал. Стояли 70 судей, которые молчали. А ты выскочка, ты сделал это не из добрых побуждений, ты хотел показать какой ты праведник, мы все тебя осуждаем, ты не имел права сделать это перед высшими учителями, которые должны были первые проявить свою реакцию. И тогда приходят Райба и говорят, они его называли Пинхас, который происходит сейчас секунду, 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 чтобы я только не перепутала. Они его называют Пинхас Бен Итро, Пинхас, сын Итро, который выращивал животных для идола поклонства. Окей, вы хотите сказать, что он берет свое начало не от хорошего дедушки Ирона, а от плохого дедушки Итро, но самое яркое качество Итро, о котором мы всегда с вами говорим, это что не было ни одного идола, которому он не поклонился. Почему бы не сказать то же самое, но усилить, сказать, Пинхас, твой дедушка всем идолом кланялся, тем самым показать, что Пинхас, у него корни какие нехорошие. Почему они не сказали, что он кланялся всем идолам, а сказали, что он выращивал животных для того, чтобы их убить. И тогда Раби говорит, они тем самым усилили, что он происходит от дедушки, который делал очень жестокую вещь. То, что дедушка был идолопоклонником, никому не интересно, потому что 10 минут назад мы с вами сказали, что тот, кто находится в доме идолопоклонников, он с легкостью снимает эту одежду и продолжает чистым человеком. Они это знали, и поэтому не упомянули об этом. Они сказали, что твой дедушка был настолько жестоким человеком, что он специально выращивал животных, он каждый день приносил им вкусную еду, он давал им больше и больше и больше еды, на самом деле было, он их в конце доводил до такого состояния, что они были огромными, убивал и приносил жертву своим идолам. Ты пинха, сказали они, происходишь от своего дедушки, который был мерзким типом, который был жестоким типом, и наверное вот это качество укоренилось тебе, посредством этого качества ты сейчас убил земли, мы принижаем тебя, презираем тебя и не поддерживаем и приходит наша святая Тора и говорит он не сделал это из этих побуждений только два раза повторяет он не идет от дедушки Тро, он идет от дедушки Айрон Акоина сказала нам Тора два раза в двух недельных главах для того, чтобы мы понимали, что его побуждения были чисты и что Тора поддерживает его и что нам надо тоже резко реагировать когда принижается и оскверняется но опять же это отдельная тема мне просто хотелось вам подтвердить из нескольких историй строго что на самом деле слова они отходят но то что заложено в нас внутри нашими родителями оно остается с нами надолго и это очень большая ответственность мы продолжаем дальше одно время в Иерусалиме очень долго не было дождя месяц два три люди понимают что запасы у них заканчиваются совсем скоро надо собирать урожай урожай никакого не будет без дождя и поэтому они решили обратиться к какой-то благочестивой семье чтобы они помолились и нашли они внука Хония Мягеля мы тоже вернемся когда-нибудь к этой истории не хочется останавливаться что время позднее вас много не хочется вас потерять ни в коем случае для меня это большая большая честь что столько человек слушает сиху рэбе окей подходят к внуку которого звали Абахильке и говорят пожалуйста помолись за нас чтобы пошел дождь он приходит домой берет свою жену которая никогда не отличалась особыми заслугами говорит пойдем помолимся как Ицхак и Ривка молились они разошлись в два разных края комнаты и начали молиться за то что был дождь написано в том муде что через два часа на небе появились тучи и пошел сильный дождь когда они спустились уже в Весмидраш праздновать это и говорит Лаха им и говорит Всевышнему спасибо подошли к нему ученики и сказали Хони наш великий великий ой извините Абехельке ты великий великий праведник и мы не хотели тебя огорчать но у нас есть один вопрос почему ты праведник и твоя жена обычная женщина молились но облака с дождями пришли со стороны твоей жены неужели ее молитва сильнее чем твоя и тогда он им ответил что ее молитва не сильнее но ее заповеди намного глубже находятся в земле чем мои почему и он объяснил очень красиво когда к мужчине приходит бедняк просить еду мужчина оборачивается вокруг видит что у него еды нету и он говорит возьми 100 гривен 100 шекелей там не знаю 10 шекелей и купи себе булочку не дай бог пока этот человек с этими 10 шекелями идет до магазина он может от голода умереть что делает жена когда к ней стучат домой и просят еду она идет на кухню она делает бутерброд она делает сэндвич она дает стакан чая и человек кушает наслаждается и благословляет ее этой историей я хочу показать что как бы нам не казалось что мужчины находятся в ешивах они учатся они выходят они слушают уроки они более продвинутые чем женщины потому что у них есть очень много заповедей в которых женщина не обязана наша недельная глава и очень много историй из Талмуда говорят что именно женские дела именно женская молитва она самая сильная и намного сильнее чем мужская почему потому что мы связаны с этим миром женщины они привязаны к этому миру не потому что они менее духовные наоборот но я об этом не буду говорить мужчинам скажите пожалуйста мужчины знаете ли вы сколько у вас осталось яиц в холодильнике есть ли у вас еда на завтра на завтрак сделан ли ваш ребенок домашнее задание кто его завтра поведет в школу какие уроки у него завтра будут во сколько он заканчивает мужчины знаете ли вы ответ на этот вопрос я уверена я уверена что на многие эти вопросы вы скажете жена знает ну а че я я ничего а жена реально знает она знает все потому что женщина обязана быть привязанной к этому миру есть ли у ребенка на дожде резиновые сапоги есть ли на завтра завтрак есть ли нурофем в холодильнике на случай если появится температура мы обязаны быть внутри дома привязанные как якоры которые держат все благословения и именно поэтому у нас говорят что женщина приносит благословение в дом мужчина не может принести это благословение потому что он не находится фактически дома он находится вне посмотрите на поведение нашего Авраама Авраам он выходит он всех приближает вокруг он знает что творится со всеми народами у него жены у него дети у него гости да у него все что угодно у него огромные огромные мечты по поводу своего сына Ицхака ура Всевышний подарил мне этого сына я его не убил сейчас я его женю а потом от него произойдет весь народ а потом он будет праведником интересно а я еще воспитаю своих внуков и не воспитаю в общем у Авраама безумные безумные планы на будущее он летает он думает где заработать денег куда пойти кто выйдет в лигу чемпионов футболе как упадет доллар все это он думает он знает с кем общается его сын какие у него уроки как он чувствует себя в новом классе когда родительское собрание когда он кушает когда у него болит живот и аллергия это все знает женщина именно она якорь для того чтобы это благословение спустилось сюда вы согласны со мной или есть у нас мужчины которые легко могут исполнить роль женщины история взаимоотношений Авраама и Сары это единственная история авторе которая рассказывает нам про семейные отношения это главный и единственный пример с которого мы должны брать пример повторяюсь извините очень очень поздно уже Авраам он философ он умеет мечтать он умеет зарабатывать он умеет строить планы Сара четко показывала в нашей главе что она генеральный директор что она точно держит руку на пульсе и знает что когда и куда я рада что вы со мной соглашаетесь есть такой анекдот когда жена уехала отдыхать и муж остался с детьми дома и вот он утром собирает их в школу старшие уходят а младший остается дома он делает ей бутерброд и понимает что он не помнит в каком садике младшая учится он берет ее за ручку и с умным видом ведет ее в первый садик показывает воспитательнице она говорит нет не наша девочка он делает умный вид как будто он знает что он делает и ведет ее в следующий садик и в следующий садик и в следующий садик и тут дочка на него смотрит и говорит пап если мы обойдем все садики на нашей улице то я опоздаю свою школу извините мужчину но мне кажется что часто это очень похоже на правду но это не потому что вы плохие потому что создал вас так всевышний и нам женщинам надо научиться с этим справляться и понимать что все что в доме это наша прерогатива и за все что делает муж в нашем доме мы не должны говорить а что я делаю все ему так сложно мусор выкинуть сложно он реально забывает про этот мусор и реально беспорядок в доме им не мешает они переступают через бумажку не потому что они хотят сделать вам плохо а потому что они реально ее не видят и женщине надо учиться хвалить мужа за все то что он делает дома потому что всевышний не создал его таким все что он делает дома он делает для вас и только для вас а мы должны сказать спасибо если мы хотим чтобы в следующий раз он сделал то же самое и поэтому я хочу с вами вернуться уже к началу поэтому Сара не выдерживает то что случилось с ее сыном и никто из нас не смеет сказать что Сара не выдержала испытания потому что хотя бы то что это испытание не было дано Саре а дано было Аврааму было ясно что женщина не могла при этом стоять никакая женщина не может смириться ни о ком не будет сказано чтобы никто из нас не знал об этом что такое потеря ребенка потому что мы находимся в этом мире и мама создана в этом мире для того чтобы кормить ребенка для того чтобы одевать ребенка для того чтобы целовать ребенка и обнимать ребенка если ребенка нет в этом мире то мама тоже не чувствует что она в этом мире нужна да папа может папа может Сто процентов Я вам хочу рассказать историю, которая случилась на самом деле Ее рассказывал Моэль, человек, который делает обрезание Что этот случай произошел с ним В советские времена, когда все, что связано с еврейством, было запрещено Обрезание тоже не делалось И одна мама все-таки, она стояла на том Она бегала очень долго за этим Моэлем и просила, пожалуйста, я тебя очень прошу Я сяду вместо тебя в тюрьму, я тебе заплачу очень много денег Я сделаю все, что ты захочешь, только, пожалуйста, обрежь моего сына Он согласился, когда ребенку было два года Они подпольно сделали Они подпольно сделали обрезание И мама в тот момент начала очень сильно целовать И обнимать своего ребенка И это было так Чересчур, что люди, которые находились там Моэль, папа и его брат Они начали к ней подходить и говорить Не надо его так целовать, не надо его так обнимать Что ты делаешь? Это Ему больно Это все-таки два года И ребенок уже чувствует боль от обрезания И тогда она сказала Я хочу вам что-то рассказать Два года Я взяла на себя Не обнимать и не целовать моего ребенка Для того, чтобы не привыкнуть к тому Что мой ребенок цельный, без обрезания Каждый день Отсутствием обнимания Я напоминала себе, что мне надо Кровь из носа Сделать ему союз Авраама Как сделал это Авраам И сейчас вы понимаете Что когда наконец-то я сделала ему обрезание Я могу не только его кормить Мыть, петь песни и играть Я могу его обнимать и целовать Этот ребенок родился для меня заново Конечно, эта история вызывает у нас Разные чувства И вряд ли из этой истории Можно чему-то научиться Кроме понять, что у мамы есть силы На все, что связано с воспитанием наших детей Нету ничего, что устоит Перед нашим желанием И нашей возможностью сделать Извините, наших детей счастливыми Именно поэтому Сара не выдерживает это испытание Потому что это не было ее испытание А почему Авраам так легко с этим испытанием справляется? Потому что он живет там, наверху Он живет мыслями Он живет в раю Он живет молитвой Для него нету такой разницы Где Ицхак находится Здесь или там Он всегда будет с ним видеться Он всегда будет с ним на связи Поэтому он так легко прошел Не легко, но намного легче, чем Сара Прошел это испытание Мораль говорит Зачем нам жениться? Если мы все такие разные И всегда у нас будут конфликты И всегда нам надо будет потратить жизнь Для того, чтобы притереться друг к дружке И понять, каким сотворил Всевышний мужчину и женщину Может вообще стоит как бы Разные сейчас есть методы завести детей И без супружеских отношений Мораль говорит, что человек не сможет быть цельным Без мужа и жены Без семьи Откуда мы это учим? А мы учим это из первой нашей недельной главы Берешит Сказано в Медраше, что Адам и Хава были созданы одним человеком Что такое один человек? Как они выглядели? Мы можем с вами представить, что это было одно тело Нет, плохой, наверное, пример Это было одно тело Здесь была голова Адама Здесь была голова Хавы И когда Всевышний захотел подарить Адаму Хаву Он просто разрезал пополам, и мы стали два человека И сейчас то, что мы делаем роль в нашем мире Это найти того человека, с кем мы были вместе созданы И соединиться И стать опять таким же, как сотворил нас Всевышний Как, наверное, было идеально И только вот в этой вот связи мы можем стать цельными И добиться благословений Каких благословений? Тех, которые жена закореняет в доме И тех, которые муж зарабатывает в том мире Тоже для жены Только вот этим вот нашим союзом Мы можем заработать благословения И в этом мире, и в мире будущем И я бы хотела с вами закончить На истории, когда очень много Это правда Это правда К Рэбе Один мужчина приходил к Рэбе очень-очень много Для того, чтобы получить благословение на детей Но почему-то Рэбе всегда Всегда отходил эту тему стороной И не благословлял его на детей Пока этот человек совершенно не отчаялся Он не подошел к Рэбе, не начал плакать Стоя на коленях Пожалуйста, Рэбе, благослови меня на детей Потому что больше я не могу с женой Проходить эти испытания И тогда Рэбе закрыл глаза Очень долго молился И сказал Я благословляю тебя Чтоб в этом году у тебя родился ребенок И тогда человек почувствовал Невероятный экстаз Я не знаю, можно ли так сказать От такого долгожданного благословения Рэбе Что он стал хуцпаном и сказал Рэбе, а можно, пожалуйста, чтобы этот ребенок Был таким же праведником, как вы, Рэбе? Этот Рэбе улыбнулся и сказал Для того, чтобы твой ребенок был таким праведным, как я Он должен родиться у такой праведной мамы, как я Поэтому Все, что мы делаем Для наших детей И равняется нулю Если наше поведение Недостойно Никакие частные учителя Английские языки Из школы не дадут Ребенку стать Полноценным качественным человеком Если мы сами не работаем Над своими качествами И характером Желаю каждому из нас Не перекладывать ответственность Следить за своим поведением Улучшать его Приближаться ко Всевышнему Делать хорошие дела И тогда с Божьей помощью родятся И вырастут у нас Невероятные праведные дети За которые Нам не будет стыдно Ни перед Всевышним Ни перед народом Израиля Ни перед будущими их Женами и мужьями Амен, амен, амен Хорошего всем вечера Шаббат Шалом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok